Новостройка компании «Новолит», которая была предназначена для расселения ветхого и аварийного фонда в городе Аби, похоже, ожидает полная переделка. К устранению выявленных недостатков уже приступила новая подрядная организация. Показывайте, какой фронт работы люди себе наметили. Министр на объекте оскандалившегося «Новолита» уже во второй и, судя по всему, не в последний раз. Денис Вершинин приехал лично проверить, как идет устранение недоделок. Представителям компании «Азимут», принявшимся исправлять новолитовские огрехи, хвастать пока нечем. Сделать, чтобы в доме было тепло и сухо. Вот эти задачи основные были. Плюс там еще 32 круга. В этот дом, возведенный в чистом поле всего за несколько месяцев, по якобы современной энергосберегающей технологии, администрация города Аби поспешила расселить владельцев квартир из ветхого фонда. Но новоселы инновации не оценили. Качество быстростроя оказалось слишком низким, как и комфортность проживания. Вентиляции здесь нет, сказали, если бы не было, то сразу лопнет. Только что сданный дом вновь оброс строительными лесами. По сути, здесь будут заново закрывать тепловой контур. Сейчас согласовали со стройнадзором. Добавляем снаружи 100 мм жесткого утеплителя. Все эти дыры будут утеплителем дополнительно заложен, запенен, лентой гайдеризационной проклеен, утеплитель сверху, ветрозащита. Из-за серьезных протечек штатный утеплитель промок и вряд ли сможет зимой сохранять тепло. А как потом-то она высушена? Повода из ваты, она выйдет. Это займет там, может быть, полгода, может быть, два месяца займет. Она сама высохнет. Как она может высунуть сама? Ну вот, посмотрите, вот так вот ремонтируют наш дом. А тут полнейших. Предыдущим застройщикам, так скажем, немножко были недоделаны трубы вентиляционные плюс канализационные. Это порядка 220 метров труб недоустановленных. Но это далеко не все сюрпризы дома от Навалита. Строители или слишком торопились, или слишком экономили. Даже окно вам по-суперски сделали. Смотрите, вот. Кое-как пократили картину. Это бред какой-то. Трубы для батарей не подходят. То есть их просто-напросто разорвет. У нас ребятишки бегают. Это тоже соседи с первого этажа на нас ругаются. Я говорю, а нам что, теперь улетать, что ли? По заключению у руководителя стройнадзора, побывавшего на инновационном объекте после первого визита министра, в доме аж 54 недоделки. Пол ходит ходуном, потому что положили профиль меньшей толщины. На крыше не хватает 300 миллиметров утеплителя. А вместо стальных труб отопления разводка сделана из пластиковых. Онищенко лично просмотрел маркировку и сказал, вы извините, эти трубы не могут применяться на отопление. Это было при мне. Значит, я проверю сам лично по маркировке труб. Провесь этот строительный бардак и возможности его исправления лучше министра и не скажешь. Конфетку из этого дома сделать, наверное, будет тяжело. Как такой дом вообще мог быть принят в эксплуатацию, теперь разбирается суд. Иск состройщику и городской администрации предъявила прокуратура. Были выявлены многочисленные нарушения жилищного и градостроительного законодательства. Прокурор города Аби просит признать действия администрации города Аби по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию данного жилого дома незаконными. Также признать незаконным бездействие по завершению строительства о инженерировой компании «Навалит». Впрочем, главные виновники явиться на заседание, видимо, постеснялись. В ходе разбирательства вскрылись весьма пикантные подробности взаимодействия чиновников и строителей. В деле имеется письмо администрации, направленное в «Навалит» еще 6 марта с отказом в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия всех необходимых документов. Но если верить официальным бумагам, дом сдали еще шестью днями раньше. 1 марта. Чудеса да и только. До 19 сентября у обской администрации еще есть время объяснить разноголосицу в датах на документах. В судебном заседании объявлен перерыв. До конца месяца новые строители пообещали таки обеспечить переселенцам нормальные условия проживания. Ко мне есть еще вопросы? Почему нам скворечник построили? А не нормальный дом? Всем нормальный, кирпичный, сибитный, минеральный день. А нам скворечник. Я не могу ответить на вопросы.